Вспоминая прошедший 2015 год, думаю, что он был обычным в череде прошлых лет. Между тем он был непростым, во многом знаковым. Именно в 2015 году граждане России отметили величайшее событие – 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Всенародное празднование этой знаменательной даты вызвало в каждом мощное чувство патриотизма, гордости за свою страну. Отличительным знаком Парада Победы на главной площади города стало единение поколений. Жители, школьники, молодежь гордо несли в праздничных колоннах фотографии дедов и прадедов – молодых и бесстрашных. Для местной власти и жителей Славянского района 2015-й был годом сотрудничества в решении самых разных вопросов, касающихся всех сторон жизни. По-прежнему мы с уверенностью говорим, эффективная работа власти разных уровней – это лозунг дня. Труд главы района и его команды оценивается населением через повышение уровня качества жизни. И чем полнее районная казна, тем больше средств можно вложить в развитие территории. Хорошие показатели в прошлом году демонстрировал реальный сектор экономики. Положительные темпы роста сложились во многих отраслях, но лидерами оказались промышленность, агропромышленный комплекс и розничная торговля. В бюджеты всех уровней на территории района поступило 4 миллиарда 15 миллионов рублей. 82% всех районных расходов в прошлом году были направлены на социально-культурную сферу, отсюда и термин – социально ориентированный бюджет. В течение года администрация района успешно решала ключевые задачи – поступательно и наступательно проблему нехватки мест в детских садах. Было открыто 4 новых группы, 70 счастливых малышей отправились получать дошкольное образование, а их мамы – на работу. 320 малышей открыли для себя радость коллективного общения в новом построенном по краевой программе детском саду «Сказочный город» в Славинске-на-Кубани. Всегда была проблема с очередями в детский сад. И благодаря открытию этого садика многие детки получили места в сад и многим родителям предоставилась такая возможность, как мамочкам, выйти на работу, заняться своим делом. Очень радует то, что садик, данный детский сад построен в таком живописном месте, очень красивая инфраструктура возле озера. Не меньшее внимание уделялось улучшению условий в получении основного и дополнительного образования школьников. За счет краевого и муниципального бюджетов в школах и детских садах приводилась в прядок кровля, шла реконструкция пищеблоков, менялись окна и ремонтировались инженерные сети. Лицей, первые и четвертые, по итогам деятельности за прошлый год вошли в сотню лучших образовательных учреждений Краснодарского края. А станция юных натуралистов стала обладателем краевого гранта в конкурсе среди организаций дополнительного образования Кубани. 18 учащихся стали призерами регионального этапа предметных олимпиад. Проскурин Роман и Стрелец Мария из станицы Анастасиевской удостойны премии губернатора Кубани в области науки и олимпиадного движения. Лях Наталья из школы 18 Славянска на Кубани вошла в пятерку сильнейших участников Всероссийского национального форума «Шаг в будущее». С самого начала, с самого детства меня очень интересовала наука. Я люблю учиться. Я считаю, что это должно развиваться. Дано каждому человеку, но каждый человек должен это развивать и иметь желание. Продолжается работа по реконструкции медицинских учреждений, покупке транспорта и оборудования для ЦРБ. Наиболее значимым проектом ушедшего года можно назвать приобретение новой современной рентген-установки в поликлинику номер один. Здоровье человека – главная ценность, поэтому большое внимание уделялось профилактике заболеваний, прежде всего, сердечно-сосудистых. Врачами районной больницы проведено 17 дней здоровья, во время которых консультацию получили свыше 2000 человек. Пока еще Славянский район испытывает нехватку врачебных кадров, но принимаемые администрацией меры по привлечению докторов в район дают свои результаты. На работу в Центральную районную больницу за год пришел 21 врач. Я приехал на работу в Славянскую районную центральную больницу из города Краснодар, работаю в лоротделении. Думаю, что принял правильное решение, так как здесь созданы хорошие условия для лечения пациентов, а моими коллегами стали высокопрофессиональные доктора. Все это дает мне возможность оказывать качественные медицинские услуги жителям как на личном приеме, так и в операционной. У нас, как и на Кубани в целом, создаются все необходимые условия для занятий физкультурой и спортом. Мы с уверенностью говорим «Славянский район – территория спорта». 2015 год не стал исключением. Спортивная база района работала как для спорта высоких достижений, так и для массового. 11,5 тысяч детей и подростков занимаются в спортивных школах и секциях. Результат года – 1030 медалей на соревнованиях различного уровня от краевого до международного. 219 спортсменов входят в состав сборных команд Краснодарского края, 14 в состав сборных России. Среди них Грипич Александр – серебряный призер чемпионата Европы, победитель чемпионата России по легкой атлетике. Захарова Олеся – победительница юниорского первенства мира по академической гребле. Рокчеев Данил – победитель первенства России по баскетболу среди юношей 2000 года рождения. Серебряный призер спартакиады учащихся России. В районе за год подготовлено более 2000 спортсменов массовых разрядов, 13 кандидатов мастера спорта, 8 спортсменов удостоены звания мастер спорта России. В спартакиаде учащихся Кубани, которая проводилась по 22 видам спорта, мы заняли первое общекомандное место. Укреплению спортивной славы нашего района способствовали постоянные тренировки и соревнования славянских и краевых легкоатлетов на базе нашего нового центра легкоатлетической подготовки «Манежа Олимпиец», который открылся в прошлом году. Шикарный манеж. Я очень много где был и очень много видел разных манежей. Я могу сказать, что наш манеж на очень достойном уровне. Поэтому, конечно, эмоции только хорошие. Ушедший год запомнился славянцам яркими событиями с участием творческих коллективов района. Это краевые фестивали-конкурсы народного художественного творчества «Во славу Кубани! На благо России!» и «Адрес детства Кубани». Праздники в выставочном комплексе «Атамань», выставка-ярмарка «Кубанские промыслы и ремесла», районный фестиваль «Цветок-2015». Народный мужской ансамбль «Самородок», руководитель «Глушить Геннадий», за победы в краевых и всероссийских конкурсах представлен на присвоение звания «Достояние Краснодарского края». Дом, семья, добрые семейные традиции всегда почитаемы в нашем районе. Так повелось испокон, так завещано предками. Славянский район – одна большая дружная семья, где каждый получает необходимую поддержку и защиту. 30 молодым людям из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были вручены ключи от новых квартир. Мы создали семью недавно, мы будем здесь жить, как бы все очень хорошо, мне очень нравится. Я благодарна организаторам такой программы, что дают возможность приобрести жилье детям. Всем большое спасибо, как бы очень все хорошо, красиво, нам очень нравится. В течение года успешно выполнялась программа по реализации государственной молодежной политики на территории Славянского района. Молодые славянцы – активные организаторы, участники патриотических мероприятий, акций по пропаганде здорового образа жизни. Летом прошлого года впервые была проведена межрайонная молодежная смена «Я лидер, я доброволец, я патриот Кубань». Для меня регион значит очень много, здесь я приобретаю каждый год новое знакомство, какие-то новые знания, очень много положительных эмоций, вообще атмосфера очень хорошая. Для молодых спортсменов нашего города и района построено 4 дворовых экстремальных комплекса. У нас проводятся краевые соревнования по воркауту. Очень хорошо, что у нас Славянск такой активный, ребята очень активные, в свои 17-18 лет они организовывают такие мероприятия, это уже хорошая тенденция на здоровый образ жизни. Я вот возле общежития живу, тут два шага до нее, очень удобно. Раньше я когда занимался, ходил в Северный, где-то полчаса мне ходить туда и обратно было, а сейчас удобно, занимаюсь. Хорошо, что у нашего техникума поставили такие турники, качество хороших турников, есть возможность по вечерам и ходить, живу в общежитии, по вечерам и хожу, занимаюсь. Наряду с большими социальными проектами, реализация которых идет на нашей территории при поддержке администрации края, никто не отменял решение ежедневных муниципальных проблем. Ремонт дорог, установку освещения, благоустройство населенных пунктов. Все это позволило продолжить создание в районе комфортной среды для жизни людей. Я живу по улице Таманской и отсутствие тротуара у нас вызывало, конечно, большое неудобство. Мы очень ждали нового тротуара, видели месяц и нам проложили новый тротуар. Мы очень благодарны местной власти за такие удобства. Детям очень удобно ходить в школу, взрослым, всем прохожим, мы довольны. На комплексные работы по благоустройству города, станиц и хуторов, озеленению дворов и улиц, созданию зон отдыха, оборудованию парков и скверов израсходовано 130 миллионов рублей. И в каждом, даже самом маленьком населенном пункте района должна быть красивая детская площадка, считает глава района Роман Сенеговский. В прошлом году эта работа была продолжена. На радость детям установлено 10 современных игровых комплексов в городе и в районе. Там, где они появились, у людей возник повод для позитивной оценки работы муниципальной власти. Одно время их не было площадок, а сейчас муки появляются и постоянно все больше и больше, вот как в городке смотришь и появляются эти вот комплексы все. Хорошо, конечно, сделали. Молодцы. Мне нравится очень здесь. Мне нравится все. То, что и окошко там, и там гружинки, и сокрученная горка. Я первый раз пришла, но буду ходить сюда часто. Главный критерий работы власти на благо земляков, безусловно, мнение жителей, их удовлетворенность деятельностью ураганов местного самоуправления. Социологические исследования, проведенные в ноябре 2015 года, показали, что положительная оценка деятельности районной власти остается стабильно высокой. Люди ощущают внимание власти к вопросам экономики, социальной сферы, развитию посленческой среды, оценивают жизнь в нашем районе как стабильную и благополучную. Об этом говорит и поступательный рост демографических показателей. В прошлом году родилось 1675 малышей, на 100 больше, чем в 2014. Восемь раз на свет появились двойни. Зарегистрировано 1200 браков, на 107 больше, чем год назад. Успехи района складываются из успехов его жителей, педагогов и врачей, аграриев и строителей, предпринимателей, спортсменов, одаренной молодежи. Уже сегодня мы вместе, своими руками, строим будущее для наших детей и внуков. Мы и есть Славинский район, потому что главным богатством нашей земли были и остаются люди. Наступивший 2016 год будет непростым. Главе района вместе с жителями предстоит решать немало проблем. Нет сомнения, что наше кубанское трудолюбие, единство, желание слышать и понимать друг друга помогут нам справиться с любыми задачами. Ведь любые трудности можно преодолеть, когда народ доверяет власти, а власть работает на благо людей. А по-другому и быть не может. Потому что с нами вера в себя и свои силы, умение достойно ответить на вызовы времени. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!